друзья всем привет две вещи заставили записать мне этот обзор и две вещи вокруг которых идет страшный вой парохоботов настолько тоскливый знаете как голодные волки в длинную февральскую ночь где-то на аляске которые долго не ели вот они садятся и воют на луну вот сейчас так вот вводят парохоботы и две вещи два процесса это суд над порошенко и отставка главы нбу якобы смолия которая вечером там взорвала соцсети с новой силой и я что хочу сказать ну лично мне это доставляет огромное удовольствие смотреть как они воют потому что в первом случае этот высосаный из пальца суд я соглашусь тем что это действительно высосаный из пальца суд поскольку там назначать это все дело там вокруг назначение семочка там неправильного какой-то с нарушением какой-то процедуры что шьет в суде и причем в качестве судей выступает всем печально известный судья волк волк это как раз лучшее отражение тех глубоких реформ включая судебную систему которую порошенко записывал себе в актив когда были президентские выборы помните нам с утра до вечера рассказывали о том как системно все изменили как заработали великолепные те коррупционные органы как реформа судов там разворачивается как она вот-вот будет давать невиданные плоды и прочие 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 вещи а тут оказывается что за год эта система она работает так как работала и при порошенко и при янукович и при ющенко то есть за бабло по звонку то что же это получается тогда за реформы которые вот можно каким-то таким недолугим керуванием за стороны зеленского клоуна который ничего не понимает что клоун взял и в течение года произвел в такой сумасшедший демонтаж а никакого демонтажа и нет потому что ничего не было не было никаких реформ была только фикция совочелая который наш совочелый гэтман так называемый двигал в качестве иллюзии такой до ширмы которая в которой поверили не будем этого скрывать определенное количество людей и эта вера носит в себе элементы фанатизма как это было в свое время когда юлия владимировна в 2005 2009 годах куражилась и у нее там значительно доля электорат она была вот вот такая же экзальтированная и в общем там я так полагаю что часть этого электората потом переползла к совочелому вот то есть всего этого не было бы если бы реформы были бы проведены вот и все тут больше не о чем говорить а этот судилище но это чистая воды фикция которая ничем не закончится и то как порошенко ведет себя там суде вызывающие там издевается над прокурором издевается над над следствием это как раз отражает в общем-то суть его правления потому что точно так же он и правил клал болт на на все на правоохранительную систему на на суды управлялами в ручном режиме и точно так же как это сегодня происходит при зеленском вот но поскольку они не берут порошенко за серьезные дела потому что там только дела связаны с войной и допустим с тем же самым окружением в районе дебальцева и и тех странных событий которые там происходили петра алексеевича можно было бы повесить более чем конкретно но поскольку система дальше живет и здравствует то конечно же они боятся делать какие-то серьезные телодвижения чтобы не вскрылись все остальные заинтересанты из олигархического консенсуса вот поэтому всегда у нас сажают там или пытаются посадить или 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 вешают какие-то дела которые связаны с незначительными эпизодами там коррупционными либо нарушением законодательства для того чтобы потом это все разваливалось суде но вокруг этого был громкий шум собственно говоря этот шуме производит бирюковщина вся эта порошенковский халуи которые гавкают там с утра до вечера и пытаются на жалость простого украинца пробить ну простому украинца в общем-то не пофиг кроме там свезенных под суды параха ботов никто не бежит смотреть на на это шоу потому что все понимают его не искренности его фариковость вот поэтому ничем это не закончится ну точнее говоря все это закончится большой кровью большой бедой потому что рано или поздно терпение лопнет у людей и они начнут стрелять и вешать не не разбираются там кто там был больше прав кто меньше прав и так далее так далее так далее вот это первое составляющая а вторая составляющая связана вот своим параха ботов это отставка смолья который ну написал заявление об отставке и ну как он пишет там связи с политическим давлением и тут же взрываются взрывается опять-таки параха ботовская вся эта братья что а а останний незалежный островок вид зеленского значит финансового сектора и и и и институт теперь что же будет а что будет да ничего не будет более того вообще смешно слушать какие-то аргументы что значит нбу там был каким-то независимым он был независимым точно от украинского государства но говорить о том что он был там во времена допустим тоже порошенко независим от банковой но это реально смешно потому что порошенко ставил своих людей и и как это происходило мы теперь четко знаем из пленок разговоров с байденом которые сливал деркач в общем то там в пленках этих ничего нового нету все все и так представляли там люди имеющие отношение к политическому процессу представляли как она все происходит вот так она именно все происходит поэтому говорить о том что этот орган был там каким-то независим он он просто был независим от украинского государства и проводил антиукраинскую по финансовую политику потому что то что нбу эти за эти годы начудил за это тоже можно смело отправлять в тюрьму и начинает рефинансов как они как они его в ручном режиме кому раздавали своим банкам или как они убивали банковскую систему убивали банки которые были завязаны национальный капитал и и заканчивая ограничениями которые вел нбу по пересылке денег там по 5000 гривен до 5000 гривен они только сейчас разрешают пересылать чем создали массу проблем для для людей вот поэтому нам нужно уходить от внешнего управления в любом формате я это говорил и буду говорить будь то россия будь то запад это любое внешнее управление оно служит интересам тех кто внешне управляет а они нам вот а смолия вот я думаю не нужно печалиться от того что его там уберут поставят какого-то другого смолия вот который будет проводить такую же политику внешнего управления потому что нбу находится под прямым управлением международного валютного фонда фактически проводится согласованную с ним политику поэтому когда зеленский говорит на днях о том что мы вводим что надо срочно вводить налог на выводенный капитал что действительно нужно делать и давно нужно было сделать то тут стоит задать вопрос владимир зеленский а когда вы лоббировали и протаскивали через парламент законы для того чтобы срочно получить кредит от мвф который выступает против налога на выведенный капитал то ну как это вообще диссонанс не возникает как как вы будете вводить налог на выведенный капитал если вы идете четко в русле политики мвфовской да никак поэтому это все слова и когда у саакашвили там позавчера сказал что президент всячески поддержит ведение ннвк то ну вот я всегда помню что в украинской политике есть одна простая истина ничто нельзя воспринимать серьезно до того момента пока не совершается конкретное действие а когда нам говорят что изучать такие коннотации типе намерены мы хотим мы надеемся мы подписали меморандум там их прочие прочие вещи то все это заканчивается ничем как правило и вот поэтому я и к заявлению саакашвили отнесся прохладно абсолютно не понимаю там насколько это можно реализовать и точно так же как вы к этому всему вою парохоботскому вокруг смещения смолея тоже отношусь скептически точно так же как и к суду над порошенко потому что ничего принципиально это не изменит в такой системе отношений которую мы сегодня имеем в нашем прекрасном государстве вот новый парохобот слушать очень приятно потому что это как песня это как песня глупости и идиотизма которая вечно над нашими ланом и льется вот жуки хрущи гудять вышние цветуть ничего не меняется принципиально вот на этом заканчиваю пока обнимаю целую